Обзор наушников Sennheiser E800 стоимостью 43 тысячи рублей. Конкретно этот экземпляр покупался два года назад за 34 тысячи. Впрочем о цене чуть позже. Мне пришлось потрудиться чтобы найти на обзор юзанные уши, потому что многие считают что дорогие вещи служат дольше, так что давайте заодно проверим и этот тезис. Шанхайзер E800, хотя почему Sennheiser, тут в комментах много умников, якобы знающих иностранные языки, поэтому давайте уважать бренды и называть их правильно, благоговейно и с придыханием. Корпус наушников выполнен якобы из фарфора. Нет, они не колятся как кофейные чашки, а на ощупь больше напоминают затвердевшую смолу или стекло чем пластик. На задней части выступают два небольших соска как у младшеклассницы, это басовые порты для улучшения АЧХ на нижних частотах. Графики этой самой АЧХ я приводить не буду, на задротских сайтах найдете сами. Наушники являются IEM, то есть In-Ear Monitor, то есть с затычками. Эти самые силиконовые затычки мягкие и при вставлении залупляют головку и ебут тебя прямо в ухо. Сенхайзер что-то там плел в рекламных материалах про инновационную систему крепления амбушюр. Это все хуйня, слетают они на раз-два. За два года использование провод задубел и стал очень жестким. Также где-то через год сломался один из штекеров 2.5 мм, который идет к самим наушникам. Перестало работать одно ухо. Гарантия разумеется уже кончилась, и в мастерской доктор Хеда напаяли вот такую ебалу. Она тоже уже начинает потихоньку отходить. Это к вопросу о сроке службы дорогих вещей. А теперь поговорим о звуке. Во-первых, басовые порты значительно снижают шумоизоляцию, поэтому приходится делать погромче, чтобы не слышать улицу. Сам бас подкрашен. У наушников очень мощная и сильная середина, и четкие верха. Верха настолько яркие, что становится слышен ну весь песок плохой кодировки. Это касается не только mp3 и музыки вконтакте, но и вполне себе качественных флагов всяких диджейских поделок. Этот тип музыкантов тоже не особо следит за качеством источников для своих ремиксов. Даже несмотря на вполне себе портативный импенданс 16 Ом, не каждый телефон сможет раскачать это дело, поэтому рекомендую использовать предусилитель, типа вот этой аудиотехники. Звук с телефона идет по блютуф, это один из самых ущербных протоколов в плане звука, и в целом по-моему самая мудацкая технология, которую придумали за последние 20 лет. Впрочем, об этом я еще тоже расскажу. В целом звук очень приятный, он именно четкий, то есть ничего не смешивается в кашу, можно различить каждый инструмент. Если надумаете покупать, то идите в приличный магазин. Ни в коем случае не ведитесь на предложение всяких шаражек купить наушники за пол цены. Несмотря на то, что эта дешевка бьется на сайте по штрих-коду, это все равно подделка, и подделка становится очевидной если сравнивать с оригиналом который подороже. Ощущение не те, в смысле звук не тот. С другой стороны, если разделить 44 тысячи на срок службы ну пусть два года, то цена удовольствия получается 1800 рублей в месяц. Дорого это или нет? Как вы считаете? Пишите в комменты.